Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вчера, когда я показывала в теплице свои вот общипанные голубые ели, я обещала вам показать, какие они на улице. Вот сейчас немножко солнышко выглянуло. Я решила снять вот этот короткий видеоролик. Все уже про них рассказано у меня на 100 рядов. Это ранее низкорослый, не больше 50 сантиметров, вот такой сорт с резными листьями. Издалека, если вот такая посадка, не посынкую, не общипываю, издалека похожи на маленькие елочки. В теплице я все эти посынки убирала, потому что она сильно кустится. Вот здесь я ей даю вырасти так, как она хочет. Они, видите, она в ширину сильно раскидывает свои вот эти вот. И здесь у нее плоды очень хорошие. Я напомню вам, что плоды 110-220 грамм. Они разные, бывают и побольше, и поменьше. Вот там тоже уже они у меня все поспели, даже потрескались. Есть и спелые, и бурые, и всякие. Вот в таком варианте, когда она стоит на улице, когда я ничего с нее не выщипываю, у нее очень много плодов. Вот у нее там внутрь сложно пробраться, но... Сейчас, подождите. Там, если туда вглубь заглянуть, видите, в глубине этих елок везде висят вот эти вот плоды. Какие больше, какие меньше. Очень плодовитая, урожайная. Вот это сорт «Голубые ели», который растет у меня на улице. Ну, как оказалось, под этим названием бродит по нашей стране много сортов. Уже третья женщина написала, что у нее под этим названием совсем другие. Одна женщина писала, что лохматые. Вот сейчас сказала, что с продолговатыми. У меня вот круглые вот такие, круглые плоды листья вот такие. Оказывается, голубых елей очень много. Все, у меня вот голубые ели такие. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok